Всем привет! Хочу показать вам довольно интересную карту, которая только недавно вышла. Это у нас сельское хозяйство на островах. Спросишь ты, какой нахрен на островах? А вот, смотри. Так, ну и первым делом, конечно же, сохранение. Смотри, вот такая вот карта. И тут довольно интересная вообще концепция создания, ну вернее то, что автор решил заложить в карту. Во-первых, первая интересность это острова, которые соединены мостами и вот такими вот бродами или бродами. Как правильно? А напиши в комментариях, как правильно, фиг его знает. В общем, что это означает? Вот тут есть 1, 2, 3, 4, ну 5 можно сказать, и даже 6, и даже тут маленький островочек, и тут маленький островочек. В общем, куча островов. В чем тут прикол? Ты, если начинаешь играть на этой карте, как будто бы приехал вот сюда, на вот этом здоровенном контейнеровозе. Ну и, соответственно, отсюда и начинаешь. Я сейчас включил на среднем. Суть это ни на что не влияет, но просто смотрим. Тут все это гудит, тарахтит, очень прикольно, атмосферно сделано. Дается 2 трактора, комбайн, что это? Это селка, культиватор, 2 прицепчика. И вот тут вот я не знаю, это рабочие или нет, может их можно выковырять. Но что-то мне подсказывает, что нет. Ну да ладно, это не страшно. Ну и дальше ты типа такой берешь эту свою технику и дуешь на ферму. Сразу же дается вот этот, грубо говоря, весь остров нам. А, дается еще и биогаз, сразу дается. Нифига себе. Но есть одна загвоздка. Кстати, вот тут вот лес полностью, это все лес. Вот тут вот поля, которыми владеет компьютер. Вот здесь вот куча всех точек приема. Есть, кстати, бесплатный, как там написано, бесплатная известь. Сюда подъезжаешь, набираешь и это очень круто. На этой карте нет производства, на этой карте нет дополнительных культур. Но это все фигня. Во-первых, дополнительные культуры, если очень захочется, можно прописать. Есть гайды. Но это, в принципе, пока мы отложим с дополнительными культурами. Дополнительные производства, вернее просто производства, к счастью, их в интернете 2 миллиарда примерно. Поэтому их можно поставить где угодно. Тут место есть. Вот тут лес расчищаешь, ставишь, вместо полей ставишь и все остальное. Так, ладно, это все фигня. Магазин. Мне очень понравился магазин, но он немного багнутый. Кстати, порт вообще шикарный. Он очень круто сделан. Все это очень прикольно сделано. Внутри со всеми делами. Не фейковые. Мастерские. Все это прикольно. Здесь реально рабочая мастерская. И даже можно зайти вот тут в каждую... Нифига себе, дунул. Я аж испугался. Офис даже есть. Нифига себе. Вот это, кстати, дунул так дунул. А этот открывается? О! Все открывается. Все шикарно, все круто. Так, ты больше не дудиток, а то я это обделаюсь в очередной раз. Смотрим. Магазин есть. В общем, кредите где взять кэш. Смэш, фэш, пэш. Вот этот, как вы любите. И автоматические двери. Вуаля! Заходим. Покупаем себе что-нибудь. Тут какую-нибудь шляпу. Тахоя Невада, кстати. Это у нас какая-то британская, по-моему, карта. No Man's Land, ребятки. Это, по-моему, что я не помню. Тоже, по-моему, какая-то британская карта. В общем, я так полагаю, что с этих карт тут взяты какие-то элементы для этой карты. Поэтому автор решил вывесить вот это все. Заходим. Тут такой вот склад есть, в который войти нельзя. Но, тем не менее. Единственное, что минус сейчас. Заходим. Допустим, выбираем там какое-то себе барахло. Смотрим. Тру-ля-ля. И выходим. И очущаемся. Сразу телепортируемся почему-то аж на корабль. Хотя, магазин находится вот здесь. Я не знаю, что это багуля. Но я надеюсь, что автор исправит. Дальше. В чем прикол вообще этой карты? Мы приезжаем такие себе на судне на этом. На котором, кстати. Сейчас мы дойдем до сути вообще карты. Появляемся. Вернее, тут мы появляемся. Вот. И сюда можно привезти барахло всякое. Сразу рычажок дергаем. И сюда сгружаем. Прикидываете? Вот это прикольно. Даже стрелочка есть для особо одаренных. Что типа сюда сгружай, балбес. А, обратно нельзя. Да, она сама. Вроде бы. Так. Переходим к сути. Мы появляемся. Вернее, приехали сюда. В эту задницу мира. Кстати, катерки тут ходят. Все как полагается. На заброшенную ферму. Тут это все есть. Тут это все можно посмотреть. Потому что вот, например, силосная башня. Ну, то есть это просто хранилище. Да? Тут все. Тут все вот так вот загажено. Все поломано. Все пошло по заднице. Везде все разбросано. Поломанная техника. Силос тут сдох. Не сдох. Фиг его знает. Тут какая-то трава валяется. Хотя, по идее, она уже должна была сгнить и вообще и погибнуть. Тут у нас силос какой-то. Шмилос. Все валяется. Везде все разбросано. Все поломано. Ворота открываются. Ворота открываются. Даже свет включается. Но это уже... О, даже шланг тут есть, который даже можно поднять. Хо. А, ну он фейковый. Я думал настоящий шланг. Но нет. Это все фейки. Смотрите. И в чем тут прикол вообще этой карты? В том, что вы заходите сюда, такой приезжаете. Типа покупаете арпешечку. Можно отыграть такую прикольную. Это у нас спектакл фарм. ХЗ как это переводится. Если есть люди, кто в курсе как это переводится, то пишите обязательно. Курятничек такой, кстати, с яйцами. И там что-то хочет вылупляться. Го, смотри. Кто оставил яйца под красной лампой? Сейчас оттуда прикинь, динозавры как полезут и меня сожрут. Вот это будет смешно. Ладно. Тут валяется много чего. Гараж. С мастерской. Он... А, не. Это хранилище тюков, шмяков и всего остального. Всякие тут машины поломанные валяются. Не смотрите, что она похожа на газон. На самом деле, нифига. Дом. Дом заколочен просто фанерой и как бы ты идешь в баню. Ты не можешь переночевать, пока все это не расчистишь. Как это дело расчищается? Это дело расчищается так. Вот если хочешь, чтобы вот это барахло все пропало. Да, вот это, кстати, гараж, по-моему. Да, вот гараж. Гараж рабочий, все нормально. Тут вот значок. Сюда подходишь, все, ремонтируешь технику. Чтобы расчистить эту ферму, привести ее в порядок, надо рубить вот эти деревья. Которые отмечены красной меткой. Подбегаем. Вот, например, хотим вот это барахло все убрать. Достаем пилу. Опа, срубили. Видел? Исчезли бочки. Сейчас вторую срубим. Исчезнет трактор, всякие покрышки, всякая фигня. Оп, все. А, нет. Ха-ха, не все. Подожди, в чем смысл? Где смысл, Лебовский? Что надо еще срубить? Так, деревья. Кстати, деревья хорошо, что легкие. Их можно таскать одной рукой, поэтому даже без модов. Ага, подождите. А почему трактор не исчез? Я хочу, чтобы исчез вот этот вонючий трактор. Мы можем это, как бы, быстренько все сделать? Какие-то доски, вот эти шмоски. Я так предполагаю, что надо спилить вот эти деревья, которые напротив. Потому что напротив каждого вот элемента с мусором есть деревья. Давай рубить. Сейчас посмотрим. Должен исчезнуть трактор, должны исчезнуть покрышки и все остальное. Опа, да, все отлично, все правильно работает. Я так и знал. Дальше тут пилим. Еще где-то что-то исчезло. Давайте теперь облагородим дом наш. Хлоп. Опа. Исчезло то, исчезло это, исчезла половина мусора. Дальше мы типа расчищаем. Оп. Исчезло еще кусок мусора. Внутри, кстати, довольно прикольно сделано. То есть, есть элемент такого РП, скажем, которое вынуждает тебя наводить здесь порядок. Это круто. Вот это прям, не знаю, фарм династи такой начинается. Что еще где? Ага. Во, еще тут надо спилить. И сейчас мы сможем попасть в дом. Чик. Отлично. Все. Мы расчистили. Все это можно елке потом, например, вывести, продать, пеньки, выкорчевать. Или использовать, как я сейчас использую, мод на пилу волшебную. На дровосека называется. И вот это можно пилить. Да? Можно? Заходим. Тут довольно неплохой домик сделан. Это у нас кухня. Тут можно покушать. Можно даже свет есть. Свет. Отлично. Свет есть. Тут у нас переодевалочка. Задний двор, на котором всего лишь одна вешалочка. Какие-то труселя сохнут. Чьи-то, которые тут оставили. Заходим. Тут у нас есть телек-шмелек, аудиосистема какая-то. Даже ничего себе. Вентилятор до сих пор работает. Отлично. Супер. Второй этаж. И, кстати, довольно-таки широкие проходы, потому что тут моделька коллизия сделана довольно криво, поэтому... Ну, широкая, в смысле, кость. Кроватка. Отлично. Домик сделан. Думал, будет хуже, кстати. Я еще сюда не заходил. Ну, и тут какая-то постерушечная ванна. Все супер. Зеркало. Зеркало работает, только я вампир и не отражаюсь. К сожалению. Ну, это не GTA. И не всякие современные игры, где все это отражается. Хотя в GTA, кстати, не самое лучшее отражение. Ну, да ладно. Итак, что мы имеем дальше? Вот, допустим, чтобы расчистить вот это барахло. Убираем. Хлоп. Исчезло что-то. Нет, не исчезло. Ха-ха, не исчезло. Ладно. Продолжаем. Да. О, отлично. Смотри. И всякое дерьмо появилось, которое можно взять. Вот тут это все распилить. Кстати, бревна. Они реальные. Бревна. Тут вот это барахло можно будет сразу курицам засыпать. Отлично. Здесь у нас что? А, это мы уже были. Точно. Тут тюки, солома, тюльурома, всякое. Вот это что? Это солома тоже. Прикольно. Прикольно, ребятки. А, я еще одно тут не спилил. А, за что это отвечает? За что-то, в общем, отвечает. Где-то что-то исчезло. Отлично. Все это, видите, приходит, приводится в классный божеский вид. Тут у нас... А что это? Кстати. На ферме. Что я-то сразу не сказал. Есть все. Загон для свиней. Пастбище. Курятник. Заправочная станция, кстати. Прыгнем, посмотрим. Да, тут тоже надо все спилить, посмотреть. Есть два вот этих магазинчика, которые продают всякое барахлишко. Я не знаю, кстати, это реально или не исчезнет. Скорее всего, исчезнет. Коровник есть. Есть что еще? Есть силостная башня вот такая, которая здесь жидкости хранить. Есть силостная башня такая, которая сыпучку хранить. Есть вот такая вот силостная башня. Ну, она все силостная башня называется. Но это вот хранилище для свеклы, картошки и тростника. Что вообще круто. Вот такие вот мостики шикарные есть. Это прям, ну, круто. Очень круто сделано. Мне очень нравится, только я чуть не выпал. Но это ладно. Даже, даже, даже есть нефтяная вышка, которая тут что-то делает. А куда я, кстати, прибежал? А, это поле. Это большой луг. Кстати, ребятки, это гипергигантский луг, который... А сколько он стоит? Цены вообще. Цены изичные. Цены изичные. 100, 100 тысяч, 100. Лес 500. Лес самый дорогой участок. Вот здесь можно. Здесь тоже леса. О, так это можно тут скупить все. Даже можно весь этот остров скупить. Ну, в смысле промежутки между ним. Дороги и все остальное за миллион. За миллион сколько? Миллион шестьсот. Да, вообще. Прям. Ну и, кстати, то, что полей целая куча дается. И они все засохшие. Я сейчас, кстати, покажу. Это немного странно. Но, тем не менее. Дороги вот такие прикольные. Все вот эти точки продажи. Очень большое количество точек продажи. И вот такие вот поля. Поля все неправильной формы. Это прикольно. Они все какие-то кривые, косые. Тут вон такие. Но. В чем прикол? Что вот эти поля, они заброшенные. И на них все засохло. К чертям собачьим. И почему-то выросли елки. Уже, не знаю, длиной во сколько метров. А ну скажи мне, милый мод. 27 метров. Сосна. Длиной 27 метров вымахала на этом заброшенном поле. Ясен пень, это бы все сгнило. Но. Не забываем, что мы играем в игру. И для того, чтобы потом работать на этом поле. Надо все это расчистить. Ферштейн. Ферштейн. Так, что мы... Ага, вот еще наши поля. Ну, короче, ты понял, да, дружище? Все здесь засохло к чертям собачачьим. Все это надо расчистить. Надо все елки спилить, убрать, вынести, вывести. Вот тебе и типа деньги. Но для того, чтобы было, например, сложнее, можно часть этих полей убрать. Например, оставить себе второе, первое. Да, два поля. Кстати. Ого, ты видал, какая мешалка? Что-то мутит, крутит. Она говно мешает. Вот это да. Вот это да. Все тут анимировано. Все. Это у нас, кстати, продажа кокуль. Или покупка кокуль. Желтая. Это же что? Это продажа, да? То есть можно сюда кокули продавать. Кстати, есть выгон лошадей, который нам не принадлежит. Почему-то. Одно важное замечание. Есть бабушкин остров. Кстати, с супер землей. Бабушкин остров с супер землей. Ты понял, да? Суглинок. Прям топовейшая земля. Ну, бабушка знала, где селиться. А ну-ка, прыгаем к бабушке. Тут домик. А вот бабушка. Я так подозреваю, что это, возможно, даже бабушка создателя карты. Скорее всего, ей 83 года уже. Мое почтение. Домик взят с... Вот этот домик же, по-моему, в Номан Сленде. Кстати, золото. Ребятки, тут есть золото. 70 килограмм. Золото, кстати. Еще раз, кстати. У меня новое слово паразит. Кстати, кстати. Золото можно сдать. По 16800. В Old Mine. А где это находится? Ээээ? Где это? А, вот. Gold Mine, вернее. Это шахта. Ага на шахту завязать. Охренеть. Тут вот еще два слитка золотых сразу тебе, пожалуйста. Тут моется золото. Ребятки, вы понимаете, что это означает? Что сюда можно привозить золото. Но я, кстати, не знаю. Здесь можно вообще добывать золото. У, и шахта ездит. Но жалко, в нее зайти нельзя. Но она сделана. Прикольно. Вон, видите, золотые эти вкрапления в почве. Ну, не в почве, в смысле, в грунте. Они оттуда вынимают грунт. Здесь вот сюда его закидывают, моют. И тут на выходе у нас золотишко получается. Круто, круто. Все работает. Карта классно оптимизирована. 60 фпс держит. Я бегаю, прыгаю. Все. Шикарно. Тут живут, скорее всего, эти... Кто-то золото добывает. Даже дымок у них там идет. У них там обед или что. Есть у них заправочка, кстати. Небольшая. Зон Пэтрол 1. Зон Пэтрол 2. Есть вот такая еще заправочка. Тут тоже какие-то майнеры живут. Походу, есть зон Пропан. Так, это у нас газ. Куда его сувать? ХЗ. А есть импорт скран. То есть, вот сюда можно, видите, тут привозишь и продаешь. И покупаешь заодно. В тебя, походу, загружают. Так, тут баржа грузится вот каким-то барахлом. Зерном или чем. Там на фоне ходят всякие ялики. Рыбацкие всякие барахло. Тут, кстати, можно сдать рут. Всякий кропс. The boat unloading station. Ага. Сюда можно остальное сдать. Оу. Сюда можно что-то сдать, когда тут будет корабль какой-то стоять. Ну, в смысле, судно. Какое-то баржа. Что здесь? Просто высыпать. И прикольно. Куча ветряков в воде стоит, да? В общем, шикарная карта. Мне очень нравится. Лесопилка выглядит вот так вот. Тоже куда-то сгружает туда в воду. Ну, якобы. Прикольно. Прям круть-круть. Очень интересная карта. Я думал, уже все. Уже интересных карт не будет. После No Man's Land и, например, Хофф Бергмана. Я думал, что интересных карт не будет. Нет. Вот, пожалуйста, есть интересные карты. Новые звуки они, как мы любим. Оно там работает даже что-то. Но оно, правда, не пилит. Но хотя бы работает. То есть чувак заморочился. Чувак заморочился с этим и прикольно все сделал. Вот. А, мы ж не были. Подожди. Не, мы были. Мы были у бабушки дома. Вот. Единственное, что вот тут такой огородик еще есть. Растет у нее чуть-чуть свеколки. Чуть-чуть чего-то какого-то. Чего-то картошечка. Вот это то. Все третье десятое. Здесь есть городочек. Вот бабушке можно попасть по такому мостику. Есть небольшой городочек, да? Да, вот он. Городочек. Тут живут людишки якобы. Тусят себе такие все клевые. Дятлы стучат. Все стучит. Ага, тут даже смотри, что есть. Есть какая-то интересная интересность. Можно в классики поиграть. Можно в баскетбол поиграть. А, это школа. Прикольно. Чувак заморочился. Сделал внутри школу прям. Было бы прикольно, если бы там еще детишки сидели какие-нибудь. Но это я уже слишком, конечно, загибаю. Это уже совсем другая игра была бы. Но. Хочется, чтобы эта игра развивалась именно в сторону какого-то RPG, RP и тому подобное. Собака даже есть. Прикидывайте. Она... Это просто собака. Собака! Ее гладить, кстати, нельзя. Ну и ладно. Она тут местная или бродячая? Да. Временно закрыта. К сожалению. Но бабосики мы снять можем. Отлично. Отлично. Что еще? Какие достопримечательности тут есть? Ну, понятно. Тут заправочная станция какая-то есть. Вот бибогазовая. Ага. Ты видал? Трубы уходят туда куда-то в море. В океан уходят трубы. И, походу, идут вот туда на нефтедобывающую станцию. Есть маяк. Ребятки, есть даже маяк. Прикольно. В общем, красивая карта. Шикарный задник. Сделано все круто. Есть бабушка. Есть тут даже силостная башня какая-то. А что она хранит в себе? Фиг его знает. Куда-то перекачивает трубу. В общем, я не знаю, что она тут хранит. Но что-то хранит. И это прикольно. И это прикольно. Кафешка есть. Ууу. А кафешка? А что сюда приносить? То есть, что-то можно в кафешку сдавать? А давайте посмотрим. Кафешка. Кафешка принимает яйца. Кафешка принимает... Сахар. Яйца и сахар. Да, кафешка принимает только яйца и сахар. Вот так она выглядит внутри. Прикольно все сделано. Можно туда принести. В мешках прям все это закинуть. Двери открываются автоматически. Круто. Эта кафешка прям при порте. Прикольно. Мне очень нравится. Карта. Прям можно заэрпешить по черному. Пишите, ребятки, в комментариях, если хотели бы прохождение по этой карте. Чисто вот такое. Ну, с легкой. С серии на 10, 15, 20. Кстати, слиток вон. Можно пошарахаться. Неплохих денег заработать. Даже вообще. Без ничего. Просто с голой жопой приехать. Все продать. Потому что... Вот здесь все это стоит смешных денег. То есть выкупить, например, саму ферму, она стоит 117 тысяч. Или, ну, типа оставить ее. О, а там еще подожди. Давай. Я уже хотел прощаться. Будет ужас. Но я хочу посмотреть вот на эту фигню. Что это? Так, запрыгиваем. Опа. О, опа. А что это? Это просто площадка, да? А-а-а. Ребятки, это просто площадка. То есть здесь можно поставить все, что угодно. И сюда есть мост. Довольно интересная фигня. Ну, я прям заинтригован этой картой. Есть куча дров, которые можно вывезти, заработать деньги. Есть куча золота, который, кстати, очень неплохо торгуется. О чем там золото? По 16 тысяч, по-моему. Золотишко. Да, по 16-800 за тысячу литров. Ну, или там за сколько? Я не знаю, в каких оно единицах измеряется. За килограмм, наверное. В общем, ребятки, вот такая вот прикольная карта. Она мне очень понравилась. Можно тут все это расчищать, сделать рпшку такую прикольную. Так что ставьте обязательно пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, если тут впервые. Рекомендуйте ссылочку, кидайте на канал друзьям. Надо добить 5000, а потом 10, а потом 15, 100. В общем, давайте. Будем вместе участвовать в развитии канала. Ссылочки еще в описании на второй канал, на канал по Майнкрафту и на наш Дискорд, где можно скачать все модификации, которые я использую. Все. Всего хорошего. До новых встреч. Пока.